Поехали! Искажение истории, дезинформация, иллюзии главенства человека, свободы и свободы выбора. Все это обеспечивало власть техноцентра над гегемонией. Не менее важной деталью было создание образа внешнего врага. Благодаря долгой и планомерной информационной обработке граждан гегемонии, они воспринимали бродяг как агрессоров, монстров, давно потерявших человеческий облик, как жестоких варваров-кочевников, способных лишь грабить и уничтожать пограничные меры. Все это, само собой, имело мало общего с реальностью. О единственной силе, способной противостоять гегемонии, и пойдет речь в третьем ролике из серии, посвященной тетралогии Дэна Симмонса. Вы узнаете о способах, с помощью которых из кинотехноцентра создали образ врага, и о настоящей истории бродяг. Если вы еще не смотрели предыдущие ролики серии, то рекомендую начать знакомство с историей этой вселенной именно с них. Ссылки будут в описании. В ролике о техноцентре уже упоминалось о том, что гегемония стала, по сути, постоянно растущей раковой опухолью галактики. Неосознанно следуя плану техноцентра и вобрав в себя все негативные черты современного общества потребления, ее население не заботилось ни об экологии планет, ни о сохранении встреченных на них видов, сравнимых с человеком по интеллекту. Образ жизни бродяг Образ жизни бродяг радикально отличался от образа жизни людей, населявших гегемонию. При этом все, что было написано о происхождении бродяг в первых трех романах тетралогии, лишь отдельные детали мозаики, часть которых намеренно искажалась эскинами техноцентра для создания нужного им образа. Люди не должны были видеть альтернативы навязанному техноцентрам существованию без какого-либо развития, не должны были даже задумываться о том, что иной образ жизни возможен. Но как так вышло, что эта часть человечества избежала контроля искусственных интеллектов и стала развиваться самостоятельно? Подробный ответ на этот вопрос читатель получает только в четвертом романе тетралогии. Еще до вынужденного переселения человечества с Земли был открыт способ генетического программирования, то есть способ определять собственную эволюцию. Первые колонисты отправлялись осваивать другие миры еще до того, как была освоена технология терраформирования. В числе первых колонистов были лучшие ученые-биоформаторы, нанотехники и генетические инженеры. Часть кораблей прибыла к планетам, пригодным для жизни. Эти миры позднее вошли в великую сеть. Но на большей части открытых миров традиционные биологические виды Земли, миллионы которых были привезены колонистами, не смогли бы выжить. Ученые применили свои знания, чтобы приспособить себя и привезенные эмбрионы к новым условиям. Технологии, которыми они воспользовались для этого, были позднее запрещены на Земле по указке техноцентра. Применение их людьми могло нарушить планы эскинов, и поэтому было объявлено, что нанотехнические формы жизни обрели собственный разум, и цель их состояла в уничтожении человечества и создании новой расы. Таким образом, человечество оказалось разделенным на два лагеря. Адаптирующихся к жизни на других мирах бродяг и подконтрольную техноцентру Гегемонию, которая использовала технологию терраформирования для колонизации новых миров. На протяжении столетий бродяги продолжали развивать свои способности. За это время они смогли адаптироваться не только к суровым условиям жизни на заселенных планетах, но и к жизни в условиях невесомости. Позднее они и вовсе отказались от попыток колонизировать планеты ради освоения космического пространства. Астероиды и кометы-фермы стали для них источником большинства ресурсов. Бродяги сконцентрировались на развитии биоинженерии, а их сотрудничество с тамплиерами было направлено на создание орбитальных лесов и огромных биосфер, представляющих собой по сути сферы Дайсона. Так зародилась их философия, наша философия. По страстности, почти религия. Стремление распространить жизнь по всей галактике, по всей вселенной. Не только жизнь человеческую, не только живые существа старой Земли, но жизнь в целом в ее бесконечном множестве и многообразии. Мы трудимся, чтобы увидеть, как зазеленеет вся галактика, как ростки жизни протянутся к ближайшим галактикам, как начнется цепная реакция жизни. Тысячи кораблей различных классов, от одноместных разведчиков до летающих городов и кометных фортов, вмещающих десятки тысяч космических кочевников. Образовывали миграционную группу или Рой, как называли такую группу сами бродяги. Первые колонисты покидали Солнечную систему на примитивных кораблях. Их флот состоял из цилиндров Онила, экспериментальных кометных ферм и кораблей астероидов. По прошествии столетий миграционные группы бродяг использовали корабли, сопоставимые с лучшими кораблями военно-космических сил гегемонии. Военные корабли охраняли плавающие в невестомости города сферы, кометные фермы и гирлянды буксируемых модулей, микроорбитальные леса и блуждающие реки. В отличие от населения гегемонии, бродяги сохранили способность к развитию. Они открывали новые измерения в эстетике, этике, биологических науках, искусстве. Гражданин гегемонии, попавший к бродягам, не поверил бы своим глазам. Все это радикально отличалось от того, что он ожидал увидеть. Но все это доводилось увидеть лишь единицам, и гегемония продолжала верить сказкам техноцентра о жестокости и барварстве бродяг. Отдельно стоит рассмотреть то, как техноцентр организовал начало войны между гегемонией и бродягами. И каким было отношение к войне граждан гегемонии. Все это довольно точно отражает реальные методы пропаганды, применяемые конфликтующими друг с другом странами. Долгое время считалось, что бродяги не представляют угрозы для миров земного типа, так как они полностью адаптировались к невесомости. Противостояние бродяг и гегемонии ограничивалось стычками на окраинах и столкновениями в пограничных районах. Но так было до событий на планете Брешия. Это был один из протекторатов гегемонии, не входивших в великую сеть. Нападение бродяг на Брешию считалось внезапной необоснованной агрессией, приведшей к многомиллионным жертвам. В реальности же причин было более чем достаточно. Долгое время силы гегемонии с подачи техноцентра повсюду преследовали раи бродяг. Через подконтрольные фракции в Сенате техноцентр продвинул идею проведения всесторонней проверки военно-космических сил в боевых условиях. Чтобы не подвергать опасности миры, входящие в великую сеть, необходимо было спровоцировать нападение бродяг на планету за ее пределами. Гегемония вооружала Брешию, поставляла звездолеты, плазменное оружие и зонды для заражения искусственными вирусами. А местное правительство, не задумываясь, использовало все это против бродяг, стремясь расширить свою сферу влияния и покончить с бродяжью угрозой. Нападение на Брешию стало ответом на многочисленные атаки, проводимые кораблями с этой планеты на миграционные группы бродяг. Правда была известна только искинам техноцентра, за время войны получившим массу информации о боевых возможностях неподконтрольных им бродяг. После битвы за Брешию, бродяги окончательно превратились в главное пугало Великой Сети. Ходили слухи об их зверствах и издевательствах над пленными. И если ненависть тех, кто воевал с ними, вполне объяснима, то вот как объясняли необходимость войны с бродягами, люди никакого отношения к войне не имевшие. Так почему же война так необходима? Потому что эти ублюдки сами на нее напросились. Вот на Брешии они выдрючивались и довыдрючивались. А теперь выдрючиваются на этом, как его там, в системе Гипериона. Во-во, в системе Гипериона. Они значит все выдрючиваются, строят из себя деловых. И пора показать им, что с гегемонией шутки плохи, понимаешь? Было известно, что бродяги, приспособленные к условиям жизни на планетах отличных от земных, имели своеобразный облик. Однако встреченные на Брешии солдаты бродяг выглядели практически как люди. Единственное, что отличало их, это длинные конечности. Для ведения боевых действий на поверхности планеты мобильная пехота бродяг использовала скафандры с силовым экзоскелетом. Во время ведения боя при нулевой гравитации длинные конечности, цепкие пальцы и хвостопротезы, которыми оснащались скафандры десантников, давали дополнительные преимущества. В романе «Падение Гипериона» типичный представитель племени бродяг описан как высокий, худой и безволосый. Но их внешний вид мог быть очень разнообразным. Гражданам гегемонии и не снилось такое разнообразие форм. Люди, заросшие шерстью, покрытые чешуей и мохнатые как пчелы, с фасетчатыми глазами и усиками антеннами. Хрупкие, как фигурки из проволоки, с черными крыльями, в которые они запахивались как в плащи. Коренастые и мускулистые, как африканские буйволы, их должно быть создавали для планет с высокой гравитацией. Некоторые больше походили на лемуров, чем на гуманоидов, на орлов, медведей, львов или древних антропоидов, чем на обычных людей. И все же это были именно люди. К моменту окончания четвертого романа человечество еще не распалось на обособленные биологические виды, но различия росли, усугублялась генетическая дивергенция. Некоторые племена бродяг сильно отличались от остальных и в скором времени должны были стать новыми биологическими видами. В рассказе «Сироты спирали», действие которого происходит спустя почти 500 лет после событий заключительного романа Тетралогии, описывается полностью адаптированный к космосу бродяга ростом 4 метра. Его конечности казались палками, приделанными к тонкому туловищу, а пальцы были не меньше 20 сантиметров длиной. Он сам генерировал силовое поле, покрывающее все его тело. Гребни над плечами служили антеннами для раскрытия крыльев силового поля длиной в сотни километров, ловивших солнечный ветер и магнитные поля. Лицо его также имело мало общего с человеческим. Глаза – черные щели за выпуклыми моргающими мембранами. Вместо ушей – сетки по бокам головы, наводившие на мысль о радиоприемнике. Рот – узкая безгубая щель. Для общения использовались радиожелезы в шее. Питался он солнечным светом. Бродяги действовали скоординированно, но при этом они не объединялись в единое государство. Это были разрозненные конфедерации. Видимо, формы государственного правления были настолько же разнообразны, как и племена бродяг. При этом в первом романе упоминается такой орган власти, как «Десять советов», который мог принимать решение о начале войны. А во втором – организация под названием «Кланы двенадцати братьев», предположительно аналог военно-космических сил, управляли которым старейшины. Еще одно важное и, пожалуй, даже ключевое отличие бродяг от гегемонии в том, что бродяги не использовали 0Т-порталы. И дело тут не в невозможности воссоздания уникальной технологии техноцентра, а в идеологии бродяг. Порталы, связывающие миры великой сети друг с другом, бродяги считали мерзостью и надругательством над связующей пропастью или связующей бездной, дьявольским контрактом, который обрек человечество на застой. И это не было каким-то религиозным предубеждением. Взгляды бродяг были основаны на знаниях, которые скрывались техноцентром от людей. Для человека путешествие через контролируемые техноцентром порталы было мгновенным. Но в пределах вневременной топологии гиперпространства субъективное время пребывания можно было растягивать беспредельно. В этот момент техноцентр вторгался в миллионы человеческих мозгов для создания огромной нервной сети. В прошлом ролике уже говорилось о природе связующей бездны и об обитающем в ней загадочном могущественном разуме, с легкостью манипулировавшим временем и пространством. Связующая бездна или гиперпространство – это многомерный континуум с собственной реальностью и собственной топографией. Связующая бездна – плод развития Вселенной. Она сформирована мыслью и чувством. И не только человеческими мыслью и чувством. Связующая бездна – порождение сотен тысяч разумных рас за миллиарды лет. Она единственной остается неизменной в эволюции Вселенной. И если 0Т-порталы использовались техноцентром, чтобы паразитировать на людях, не принося при этом особого вреда связующей бездне, то такие изобретения центра как мультилинии – это варварский, разрушительный способ использования гиперпространства, сравнимый с передачей сообщения между материками с помощью искусственных землетрясений. После прочтения первых двух романов, причины войны между бродягами и гегемонией не до конца понятны. Ведь миграционные группы бродяг вполне могли покинуть пространство в непосредственной близости с гегемонией и не вступать в навязываемый им конфликт. Но окончание тетралогии проясняет многие детали. К борьбе за контроль над Гиперионом, который необходимо было установить для того, чтобы не допустить разрушения техноцентром цепочки событий, приведшей к его краху. Присоединяется и осознание невосполнимого урона, наносимого связующей бездне, и желание освободить под контрольную эскином часть человечества, предоставить людям право самостоятельно сделать выбор. Однако те, чей образ жизни кардинально отличался от навязанного общества употребления гегемонии, те, кто стоял на страже жизни и не подстраивал открытые миры под себя, стал изгоем и чудовищем в глазах людей, привыкших к паразитическому образу жизни. Отношение к бродягам не изменилось даже после того, как всем стали известны истинные планы эскинов. Люди, долгое время бывшие рабами и привыкшие мыслить навязанными лозунгами, далеко не сразу смогли сделать осознанный выбор. Священная империя, основанная после падения дегемонии и ставшая очередным воплощением скрытой власти эскинов, сохранила отношение к бродягам как к врагу человечества. Ее главной целью стало окончательное решение проблемы бродяг. Друзья, поддержать канал можно, сделав перевод на карту Сбербанка, Яндекс.Деньги, Пейпал, став спонсором канала или оформив подписку на сайтах Бусти или Патреон. Подробности можно узнать, перейдя по ссылкам в описании или нажав кнопку спонсировать под роликом. Спасибо.